Операция по поводу удаления катаракты, соответственно, имплантка катаракты, это свой непрозрачный хрусталик, и имплантация интриглазной окулярной линзы, то есть искусственного хрусталика внутри глаза, на сегодняшний день является не только самой успешной в офтальмологии, но и самой успешной в медицине. Потому что мы не только восстанавливаем прозрачность оптических средств, соответственно, возвращаем зрение пациенту, но мы еще можем улучшить оптическую систему глаза, которая у пациента была даже до возникновения катаракты. То есть если у человека всю жизнь до возникновения катаракты был астигматизм, близорубкость, дальнозоркость, он пользовался очками, то мы можем сделать так, что вот этих заболеваний после лечения катаракты у него не будет. Это достигается тем, что на сегодняшний день есть целый спектр интригулярных глазных лиц, это такое длинное название искусственного хрусталика. Вот есть целый спектр искусственных хрусталиков, которые позволяют устранять те или иные дефекты оптической системы. Есть хрусталики, которые позволяют нам коррегировать астигматизм, это так называемые торические хрусталики. Есть хрусталики, которые позволяют нам частично избавиться от пресс-биопии, или как раньше называли возрастной дальнозоркости, когда после 40 лет людям необходимы плюсовые очки для того, чтобы смотреть вблизи, то есть читать, пользоваться гаджетами, телефонами и так далее. Есть мультифокальные линзы, которые позволяют видеть на разных расстояниях без использования очков, то есть вернуться, практически вернуться к тому состоянию зрения, которое у нас с вами было в 20-летнем возрасте. Есть искусственные хрусталики с различными фильтрами, которые не пропускают ультрафиолетовый свет, спектр синего света, которые могут влиять на развитие дистрофических процессов в глазу. Есть аккомодирующие хрусталики, которые позволяют также не пользоваться дополнительной коррекцией для работы на разных дистанциях. Есть хрусталики с расширенной глубиной фокуса, которые также позволяют достичь высокой остроты зрения на разных расстояниях. Но основной здесь принцип – это то, что мы не пациента подбираем под хрусталик, а мы каждому пациенту, естественно, его обследовав и поняв те нужды, те виды деятельностей, которыми он занимается, мы стараемся подобрать оптимальный вид коррекции, то есть оптимальный хрусталик для, во-первых, профессиональной деятельности, для хобби, для того, к чему пациент привык, является ли он водителем, профессиональным, непрофессиональным, занимается ли он спортом, ведет ли он сидячий образ жизни и в основном смотрит в компьютер. Поэтому, варьируя эти хрусталики, варьируя хрусталики в один и в другой глаз, можно подобрать тот оптимальный зрительный режим, который будет комфортен пациенту в любой возрастной группе.